Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, и это очередной выпуск, посвященный игре Пекла ВКонтакте. Итак, друзья, у нас начался новый PvP-ивент, вот первая миссия, которую нужно пройти. Все знают, что составляющая PvP-ивентов, это, как правило, бои за Пандору Гекату, в которых достаточно для получения награды, ну, минимальной, одной нашивочки, да, принять просто участие. То есть, главное, зарегистрироваться. Я вот сейчас за кадром зарегистрировался, участвовать, воевать не буду. Хотя там за первые три места и дают бонусные нашивки, но я не буду заморачиваться. Хотя, в принципе, мог бы. У меня этих войск, уже рекрутов более чем достаточно. Можно просто их посливать было, попытать удачу, и, может быть, мы какую-то лишнюю нашивочку дополучили бы. Но, знаете, друзья, что хотел бы сказать, что мне сейчас как-то, как бы это сказать, не особо важны все эти вообще нашивки. И, на самом деле, если быть искренним, то и пекло уже маленько поднадоело. Я даже не знаю, может быть, скоро я его тоже прекращу снимать. А как знать, может быть, это и последний выпуск, как ни прискорбно. Но, тем не менее. Итак, первая миссия. Ну, тут ничего сложного. Я выставил, конечно, войска по максимуму, но в этом не было особой необходимости. Войска противника падают на ура. Вот, как видите, с одного авиаудара можно сразу пачку вынести, даже без помощи войск. Ну, и продолжаем давить нашего оппонента. Ну, и также, также составляющая ПВП-ивента, это, конечно же, ПВП. Нужно будет много-много сражаться с другими игроками. Ну, и потом за нашивки можно будет в арсенале приобрести какие-то призы. Посмотрел я уже арсенал. Есть, есть наемники. Наемники – это всегда весело, пополнить свой, так сказать, арсенал вооруженных сил. Но самое интересное – это, конечно, технологии. А вот с технологиями проще, сложнее, наоборот. То есть, все, что там довольно-таки дешевенькое, у меня уже куплено. Есть технология, довольно неплохая, но временная. Я не вижу смысла покупать какую-то технологию, которая будет действовать всего лишь, сколько там, 2 недели, да, 14 дней, по-моему, она действует. Ну, единственное, что если вот прям в эти 2 недели будет какой-нибудь другой ивент, то она бы помогла. А так, если ивента не будет, то и смысла в ней особого нету. Ну, будет у тебя технология и толку, где тебе этих наемников использовать. Разве что в бою с другими игроками, да зачем? Я уже давно, ну, как бы сказать, не так активно играю. Захожу в игру только тогда, когда в игре есть ивенты. Так, у нас не хватает топлива. Знаете, наверное, отличная идея – попробовать в Капитане Удачи. Знаете, нам же постоянно, вот, постоянно дают топливо, когда мы хотим какие-то более адекватные призы. И вот, наверное, сейчас мы как раз можем это топливо получить в Капитане Удачи. Жетонов у нас достаточно. Вот, 50 топлива уже есть. Ну, давайте еще поиграем. Посмотрим, что нас тут ждет. Так, здесь вообще топлива нету. Ну и ладно, может быть, нам приз получше выпадет. Так, металл. Не. Металл нам не нужен. Так, можем выиграть Отряд Зеро. Опа. Ну, тоже неплохо, Дроиды. Идем дальше. Два орбитальных. Амебиусы. И не помню, как тех наемников зовут. Повелители, что ли? О, отлично, мы получаем топливо. 150 топлива уже есть. Нам этого вполне хватит, чтобы сейчас с кем-нибудь сразиться. Так, давайте, генералы-отступники. Что тут у нас есть? У кого побольше рейтинга, с тем, как правило, и сражаюсь. Ну, не знаю, почему-то, как правило, с ними проще. Итак, наш первый враг. Что тут у нас? Куча миротворцев. Такое ощущение, как будто у противника вообще нету патриархов. Я, по крайней мере, ни одного не вижу. Хотя я вижу, у него, кажется, есть войска из Братства Высших. Значит, и патриархи должны быть. Просто нам так повезло, что ему выпали только одни агрессоры. Ну, я не очень люблю, когда у врага в защите агрессора. Мне кажется, они в защите лучше. Они могут такой неплохой огонь на подавление устроить и снести кучу врагов. А, вот, и патриархи есть. Видать, просто до этого анимация не прогрузилась, или я их не заметил. Вон, там парочка присутствует. Так, ну ладно. Слева идут патриархи, справа у нас бойцы Братства Высших. Ну, и слева еще Эрика добавим. Давайте, ребята, в бой. Должны справиться. Гравибомбы. Хотел на троих, а в итоге задел только одного. Не самое лучшее начало, но я думаю, это нам не помешает. Так, давайте, кого полечим? Лево, право, переправо, переправо, берег левый, берег правый. Так, ну, судя по всему, все у нас неплохо. Наши войска большой массированной толпой пробиваются на позиции врага. И все им нипочем. Стоило, наверное, все-таки правый фланг лечить. Как-то их больнее бьют. Но это все ерунда. Посмотрите, сколько наших войск на квадратный метр. Большая плотность. А нам остается только зачистить последний закуток. Отлично, пробиваемся дальше. Идем вглубь. Так, ну вот и все, друзья. Победа за нами. 124 металла с 79 кристаллов. Ну, неплохо для начала. Так, что ж. Три минуты остается до конца сражений за Гекату. Потом мы опять же получим свой приз. Нашивочку. Так, нанимаем новых бойцов. Так, ну и мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы найти еще одного противника. Так, у кого тут побольше? 805. Отлично, отправляемся. Так, здесь у него на низу целых три патриарха. Сверху там патриарх сначала танкует. За ним агрессор бьет. Так, ну ладно. На низ, наверное, отправим наших патриков против вражеских. Ну, а следом за ними штурмовиков. Патриарх, я думаю, будет наше долго жить. И штурмовики как раз за их спинами неплохо, их токсичными снарядами вином, будут поливать врага. Здесь отправим магистров. Они неплохо себя показывают в бою. За ними просвещенных. И такая связка должна снести все и вся. Следом можно героев высадить. Так, здесь наверху. Ну, пускай, пускай будут чемпионы. Пускай морозят, пускай танкуют. Так, ну и Эрик. Ладно, пора начинать. Так, может быть, правому флангу все-таки помочь, а не патриархам. Ну ладно, им мы аптечку дадим. Чтобы они быстро не умирали, а то следом за ними еще наш Эрик упадет. Даем аптечку нашим ребятам. Отлично. 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 Ну, в целом у нас результаты неплохие. Правда, вот там последний закуток врага. Там стоит Ева Рейдинг. Стоят два Миротворца. Ну, это довольно-таки мощный. Мощная атака по площади, да? И танкует за все это дело один патриарх. Но, тем не менее, у нас войско еще целая туча. Тут еще и пушка у врага, но ничего его не спасет, ничего ему не поможет. Отлично, друзья. Это победа. Получаем 93 металла, 442 кристалла. Неплохо. И нам пришли результаты сражения. Что ж, получаем еще одну нашивку. Я молодец, да, с этим не поспоришь. Так, что у нас еще есть? Найти груз. Ну, найти груз всегда сложно. Надо собирать эти штанишки Кайла. Можем продолжить охоту на отступников. Но, знаете, на самом деле, меня ничего в арсенале не порадовало. Вот единственное, что можно купить, это технологию Ангел Машины. Но на нее надо копить целую тучу. Очень много. Ну, я не знаю, это надо постоянно раз за разом бить отступников. У меня на это ни времени, ни желания особого нет. Единственное, что можно было бы легко накопить на какого-нибудь наемника, но тоже неохота заморачиваться. Вот как-то я уже ленив в этом плане стал, и нету какой-то такой мотивации большой, чтобы этим заниматься. Поэтому я, наверное, в этом ивенте не буду принимать вовсе никакого участия. Так что больше видео по ивенту не будет. Разве что давайте поиграем маленько в Капитана Удачи. Может быть, нам тут что-нибудь веселенькое выпадет. Хотя бы до 25 штук скинем наши жетоны. Так, два отряда Зеро. Вары. А нам достанется какая-нибудь ерунда. Металла 300. Ну, что ж, тоже неплохо, ребята. На этом, я думаю, закончу наш сегодняшний выпуск. С вами был 1ST1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.